Вот то влияние, которое сейчас имеет дочка Путина, говорит ли оно о том, что из ближнего окружения ему уже не осталось на кого опираться, и он пытается передать, скажем так, полномочия, какие-то сферы влияния тем людям, которым он еще доверяет, ну детям своим, да, грубо говоря. И ожидать ли нам тогда после выборов, например, каких-то перестановок в Минобороны, либо еще где-то, учитывая неуспехи на фронте? Так их неуспехи давно уже есть, а тем не менее, как Шойгу сидел и Герасимов, так и сидит. И главное, что их оппоненты все, значит, кто в могиле, кто, значит, на каких-то там нижних чинах, должностях и так далее. То есть, где вот этот Суровикин-то? Герой войны, так сказать, линия Суровикина, все такое. Нет его. А где все эти Мизинцевы, который был замом у Пригожина в ЧВК Вагнера? А где все эти Поповы, генерал-майоры, командующие 58-й армией? Никого нету. Поэтому, во-первых, перемены я не думаю, что вот такие кадровые нужны Путину, ему как раз благополучно оставить все как есть. А вот есть недовольство, не знаю, семьи Патрушева, что не их сын Дима может стать преемником. Во-первых, рано об этом говорить. Путин пока не в холодильнике для того, чтобы этот вопрос решать остро. Если бы он лежал в коме, и тут люди стоят над ним, склонились и думают, а что делать? Пока ведь такого нет. И потом даже и признаков того, что Тихонову прям одномоментно введут во власть в каком-то качестве, пока тоже нет. Может, после выборов ее, кстати, сделать вице-премьером. Разговоры об этом входят. Но, с другой стороны, честно говоря, совершенно неважно, с какой позиции стартовать. Вообще, женщине в России, в нынешнем ее состоянии, шанс вообще занять первую должностную клетку вообще очень невелики. Хотелось бы, конечно, Путин. Кажется, хотелось бы. Ну, дочь же тебе не какой-нибудь там Дима Патруш. Разумеется, своя руку умой. Пока это, я думаю, окружение будет все устраивать. Они, в общем, не верят в перспективу такой передачи власти. В России по наследству власть ни разу не передавалась. Вообще, в 20 веке. Я не говорю сейчас о династии Романовых, 300-летней. Да, там династическая монархия. А где здесь передалось, что Сталин передал Аллилуевой дочери свою власть? Брежнев передал своей Гале дочери? Хоть раз такое было? Хорошо, Хрущев смог передать своему сыну Сергею, что вот этому полауму, который скончался в Америке уже гражданином США. Нет, никто, никогда. Поэтому такой перспективы нет. И Ленин не передал своим незаконно рожденным детям. Говорят, такие были, хотя я сомневаюсь. Ну, считается. Кого-то родил, Арман кого-то родил. Не знаю, не знаю. Но в любом случае, вот ситуация, она такая. Поэтому амбиции могут существовать у разных претендентов из окружения Путина на его замену. Могут такие амбиции существовать. Но реализовать их сейчас абсолютно совершенно невозможно. Путин доказал, что он эксклюзивен. Он же убил Пригожина. Да. Ну, то есть, он послал сигнал, что если кто-то захочет меня заменить, то же упадет в Embraer Legacy. Хотите, пожалуйста. Этот сигнал у вас принят, был рецепьирован. Да. Все поняли, что вот так будут расправляться с любыми инсургентами. Так что нет, я думаю, что пока это рано говорить. Путин то мнит себя и пишет телеграм-каналы о том, что в этой кампании он, значит, будет таким очень влиятельным политиком, который имеет статус во внешней политике. То, наоборот, он возвращается внутрь и говорит о том, что демократия чужда и, в принципе, будем двигаться в этом фарватере. У вас есть понимание и видение вот картины, как будет дальше развиваться ситуация, как это все будет происходить и чего нам ожидать тогда от этого так называемого предвыборного процесса? Я бы, честно говоря, не преувеличивал степени того, каким новаторским будет эта кампания отличаться от всех предыдущих, с учетом даже войны. Во-первых, он, видимо, 14 декабря выдвинется. Там у него будет какая-то большая пресс-конференция, соединенные все время все это компонуют. И он, скорее всего, ну, это так близко уже к последнему сроку, когда нужно заявить о выдвижении, думаю, что они вот это и сделают. Что касается его детей, он действительно души не чает в этой Екатерине Тихоновой. Нынче она замужем за неким Зеленским. Но не тем Зеленским, а артистом Зеленским, какой-то там балетный товарищ, который, значит, родил ей еще и ребенка. Весьма символично. Ну, символично, да, Екатерина Вторая, жена Зеленского. В принципе, так-то неплохой расклад для будущего России. Вот. И в этом смысле, да, наверное, он уповает на дочь, что она может теоретически, теоретически, когда-то, в какой-то момент, когда он будет немощен, поставить ее вместо себя. Наверное, он так думает. Может ли он это реализовать? Я сомневаюсь, но кто знает, кто знает. Всякое бывало. Значит, что касается, вообще говоря, программы, какие будут приоритеты. Но они уже сейчас, видите, падают в архаику. Тут аборты собираются запрещать. Вот. Аборты собираются запрещать. Да. Вот. Потом всякие тут вещи такие антизападные теперь уже достаточно мощно продвигаются. Например, они ЛГБТ-организацию, она же опять очень условная. В России назвали экстремистской. Я не знаю, она юридически даже не оформлена. Просто признали ее экстремистской, несли какие-то перечни. То есть, принадлежность к ЛГБТ, это уже экстремизм, чуть ли не подрыв угроза государственная и так далее. Но это тоже туда же. Гей-парады, гей-ропы и все в этом наборе. То есть, наверное, эта тема будет профанироваться, будет отражена как-то в его выступлениях. Он будет опять про гендер. Он в последнее время все время мечет икру по этому поводу. Плюс, наверное, поскольку они Александра Невского начинают часто упоминать, и в контексте Орды и всего остального, что все это было хорошо и замечательно, и вот мы обратно в Орду двигаемся, наверное, будут какие-то исторические отсылки туда же. Что на самом деле противостояние Тлетворному Западу было позитивным, и Орда, и все, что с ней связано, в принципе, нельзя признать однозначно отрицательным в истории развития России. Оно внесло нужный азиатский элемент, который сохранил Россию как империю, как, не знаю, государственное начало и так далее. Я не исключаю, что вот он сейчас на это дело поддастся. Но может ли он снять полностью с повестки тему войны? Мне так не кажется. Потому что игнорировать войну совсем и говорить о том, что там какая-то специальная война операция, не обращайте внимания. Вот, по-моему, этого не получится. Хотя многие эксперты об этом говорят, что хорошо бы тему войны как-то так немного задвинуть. Я думаю, что этого не получится. И, скорее всего, и с высокой степенью вероятности, какая-то, в общем, каким-то способом она будет отражена в программе, он будет эту тему определенным образом освещать хоть предыборной кампании, но это ему нужно. Опять апеллирует к патриотическому догу, о некой миссии в отношении бывшей страны СССР, чуть ли не восточного блока и так далее в Европе. Но будет это обязательно. Я не думаю, что это можно вообще убрать в запасной ящик, что-то такое. А уж как оно все, какое выражение найдет, это мы посмотрим. Потому что они не креативны, но часто, значит, что-то такое выдают, что совершенно сложно прогнозировать. Поэтому поглядим. Я думаю, что в ближайшее время все станет понятно. Ну вот не так давно один из телеграм-каналов, он называется Кремлевская табакерка, писал о том, что якобы Алла Пугачева узнала о том, когда закончится война, и это случится в следующем году. Якобы ее источники, высокопоставленные в Министерстве обороны, ей сказали, что точно закончим в следующем году, если успеем все, что задумали, то в январе, если нет, то в марте-апреле. Это сказал Примадонни, ее какой-то там друг из Минобороны, и, естественно, его имя не называется. Насколько это реально? И может тогда, если нет никаких успехов на фронте, может тогда действительно выдвижение будет связано с тем, что будет какое-то переформатирование войны, или, как называют это в Российской Федерации, специальная военная операция? Ну, вообще, про Пугачева это какая-то телега. Прям прогнали вообще какой-то источник в Минобороне. Где Пугачева и где Миноборона? Честно говоря, это как-то сложно компонуется. Ну, не знаем. Отнесем это на совесть телеграм-каналов. Они анонимные, за факт-чекинг не отвечают. Поэтому, по-моему, это не потом информация. В следующем году. Может быть, в следующем году. Может, еще в этом году. То есть, это такой вопрос. Реальный анализ показывает, что в ближайшее время это точно не закончится. Такой реальный анализ. А уж как там, кто как его видит, это уже другой вопрос. Видите, какая штука. Они бы, конечно, хотели бы войну закончить в свою пользу. Хотя бы зафиксировать тот результат, который имеется по части оккупации территории Украины. Эти 20% и так далее. Но есть же противная сторона, которая с этим не согласна. Москва прилагает гигантские усилия для того, чтобы договориться, так сказать, получить свое со всей этой ситуации. Мы видим, что они пытаются давить на Киев через западных разного рода конфидентов, используя Запад, для того, чтобы понудить его к переговорам. Но ведь пока же это ни к чему не привело. Мы же пока видим, что Киев и, прежде всего, его общественное мнение, и не только власть, они отказываются на условиях капитуляции, которые предлагает Москву согласиться с отторжением территорий, демилитаризацией, запретом наступления в НАТО. Ничего из этого Киев делать не будет. Поэтому война, вот так, чтобы закончиться или даже приостановиться в условиях перемирия или какого-то прекращения огня, признаков этого мы не видим, если говорить объективно. Потому что для этого нужно, чтобы какие-то условия очень существенные реализовались. Я этого не вижу пока. Потому что ни одна из сторон, в принципе, не готова пойти на условия. Москва ведь тоже не готова выполнить предварительные условия, оставить территорию оккупированную. Ну, как минимум, самый минимум до 24 февраля 2022 года, когда началась так называемая специальная военная операция. Но они что-то не готовы. Так тогда, с чего переговоры начнутся? Просто из ничего, просто так, вот просто остановятся и начнут переговариваться? Какая перспектива у этого? Поэтому нет. Я все-таки думаю, что в зимний период, конечно, боевые действия и интенсивность их снизятся. Это объективно. Потому что воевать зимой тяжело, очень тяжело, в силу многих причин. И техника по-другому воюет, и людям тяжело и так далее. Но все это с высокой степенью вероятностью может продолжиться уже в начале осени. Теперь уже никто летом дать не будет. Если уж в каком-то наступлении грозит новое Москве со стороны ВСУ, то это начнется, я считаю, где-то уже там, не знаю, в марте, в апреле. Никто до июня тянуть не будет. До июня даже. Реально. Ну, до июня, да. Тянуть не будет. Потому что вот упущенное время, оно оказалось чреватым. Ну и, наверное, учитывая опыт лета-осени 23-го года, что контрнаступление своих целей не добилось, наверное, как-то креативнее подойдут к этому вопросу. Тем более, что это может помочь поставке вооружений новых, диверсифицированных. И самолеты F-16, которых не было у Украины. И дальнобойные ракеты, которых не было до этого. Сейчас на 165 километров есть ракеты баллистические для Хаймерсов. Атакамс. А будет на 300 километров, например. Это может изменить характер войны? В каком-то смысле. Может быть, не в полном. Но может, безусловно. Если 300-километровые ракеты, им можно подбить опоры Крымского моста. Это меняет вообще ситуацию или нет? Ну, кто как на это посмотрит. Ну, подумаешь, но моста не станет. Не знаю, не знаю. Я бы сказал, что это может сильно как-то повлиять и логистически, но и вообще морально как-то уронить. Самоощущение тех, кто в окопах сидит. Наверняка. Вот если говорить о как раз-таки подрыве моральных вот этих вот, не знаю, принципов, наверное, все чаще мы видим, что жены мобилизованных, значит, Вагнеров особенно, приходят там с какими-то митингами. И вопреки традиции заламывать руки, разгонять, этого не происходит. То есть очевидно, что было дано указание, чтобы это все проходило каким-то образом тихо, мирно. Вот сейчас появляется информация о том, что на места поступило указание, чтобы, значит, деньгами это все компенсировать, выплачивать быстро, без всякой бюрократии, чтобы не было недовольных. Это поможет мобилизации на территории Российской Федерации? Или же все-таки вот эти движения будут нарастать, и в конечном итоге они выльются в определенную проблему для Кремля? Я считаю, что нет. Потому что слишком малочисленная вся эта инициатива, и самое главное, что она не подхватывается вообще никак к обществу, и не может быть подхвачена в силу страха, в силу того, что меня не касается. Моя хата там следующая, но не сегодня. И плюс это движение, смотрите, оно же само себя ограничивает. Вот эти жены говорят, вы нам только их верните. Ротация, все такое, вот такое все. А вот типа война прекратить и так далее, это не наша тема, не наше требование. И этим самым они, собственно, фактически уменьшают возможности по влиянию на это. Потому что требуя больше, получишь меньше. Ну и потом власть. Она прекрасно отдает себе отчет, что это такая тема-то, в общем, разгоняемая, в принципе. Но опять же касается только 320 тысяч тех, кого мобилизовали в прошлом году в сентябре. И не более того. И поэтому разбросанные по всем регионам России, с ними очень легко работать в отдельных субъектах федерации. Действительно оперативно подключаясь. Где деньгами, где угрозами. Но так или иначе решать. Вот массовым такое движение пока, во всяком случае, стать не может. Мы не видим признаков того, чтобы вот эти жены получили поддержку со стороны каких-нибудь, там, я не знаю, других групп социальных и так далее, у которых, может, и нет. У жены, которые воюют в ходе так называемой специальной военной операции. Их не поддерживают. А где вот? Кто-то выступил. Вот они там, я видел, какой-то стали, где я митинг коммунистов. Типа коммунистов мы вот тут рядом с вами. А что коммунисты их не поддерживают? Что коммунисты не обернулись? А действительно, что вот они там нератируемые продолжают в окопах сидеть? Нет. Они как бы в целом все поддерживают войну в Украине. Но только хотят, чтобы им было приятно, им хорошо. А так на остальных начхать. И с этой точки зрения я не вижу перспективы разрастания вообще этого движения в массовое превращение его конвертации. Ну, я не вижу. Знаете, вот я уже говорил, пример был в 17-м году в России. В феврале, собственно, революция. Динамитом ее стало как раз выступление вот этих жен дидертиров и, так сказать, служивших на фронте в ходе Первой мировой войны, там, крестьян, там, разных казаков. Вот они вышли и, значит, демонстрацию провели. Что вот они как-то плохо обеспечиваются и так далее. Ну и закрутилось-завертелось. Понятно, что это был предлог, не более того, но все-таки это было сильно поддержано политическим партиям, подпольем, самими военными, гарнизоном военным. Ну и дворцовый переворот на это наложился. Дворцовый военный. А сейчас-то что? Сейчас где вот эти все составляющие элементы? Вот если бы их там кому-нибудь дубинкой дали или наоборот пригрозили, а они там на фронте все солдаты сказали, о, вот у меня жену обидели, давайте все снимемся, и вот как Пригожин на бронетехнике вступил военный. Тогда да. А здесь какая угроза? Их можно плющить как хочешь, и все. И они ничего, никак, никуда. Поэтому нету вот этой агрегации протеста, чтобы он стал массовым. А по отдельности совсем решат. Кому-то даже вернут мужей.